День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новой интересной жизненной историей. Около года назад мы встречались с замечательной девушкой Татьяной, которая нам рассказала о том, как она купила себе квартиру в новостройке на этапе котлована. Посетовала на жизнь, что вот, смотрите, где-то недостраивают, где-то строят, но вялотекущими темпами. Что же в итоге получилось спустя год, когда им начали вручать ключи, вы сегодня узнаете. Но на секундочку забегая, друзья, я вам скажу так, сюжет будет интересный, потому что мы прямо сейчас находимся на территории жилого комплекса, который, внимание, сдан полгода назад. Да-да, полгода назад. Здесь кто-то уже, как говорят, живет или пытается начать жить, потому что больше негде жить. Вот сегодня у меня для вас потрясающий сюжет с живым ответом на вопрос, за что люди боятся покупать квартиры на этапе котлована. Вы вдумайтесь, покупали квартиры в 2014 и 2015 году. Сегодня какой год? Да, практически уже 10 лет люди ждут свои заветные ключики. Мы сходим сегодня в гости, нам покажут люди счастливый момент. Нам вручили ключи, как выглядит квартира. Дальше расскажем, что, а нам ключи не вручили и почему. Сами жильцы, я их прям просил, пальцы зажимайте, говорите, что вам нужно для того, чтобы вы стали счастливы, вы смогли начать полноценно жить. Ну вот просто посмотрите внимательно на все детали. Поверьте, картинка сегодня вам всю атмосферу передаст. Татьяна, снимали мы с вами первый раз в феврале 2022 года. 6 марта выходит ролик. Расскажите нам кратенько и по существу, что изменилось, что произошло, что достроили, что не достроили, чтобы людям было понятно. Здравствуйте, Дмитрий. Значит, мы с вами встречались на том моменте, когда наши корпуса еще были не достроены. И по дорожной карте нас должны были сдать в декабре 2022 года. Четыре корпуса не достроя, и вот один корпус апартаментов, которые вот сзади меня, они были на тот момент не достроены. Сейчас четыре корпуса введены в эксплуатацию. С декабря 2022 года по февраль 2023 года. И по бумагам эти корпуса сданы. И с апреля месяца дольщики могут получать ключи от своих квартир. Это теоретически, потому что дома сданы на бумаге, но, к сожалению, жить там невозможно. И делать ремонты в массовом своем положении никто не может. Вот я получила свои ключи. 31-й корпус нас сдали в декабре 2022 года. Получила я ключи только в июне. Ремонт делать не могу, потому что лифты не работают. В нашем корпусе лифты не работают. Нет возможности поднять материалы, нет возможности какие-то вести. Успокойтесь, фактурный мужчина Николай, словно актер из какого-то кино. Нет? Может быть массовочка подъехала Николай, что скажете? Николай, 10 лет вы являетесь дольщиком одного из домов. Вот расскажите нам ваше видение вообще в целом про район. Потому что наша задача не только минусы показать, а плюсы. Ведь вы сюда пришли сами, сами принесли деньги, купили. У вас была какая-то картинка в голове. Вам ее рисовал застройщик. Дайте нам обратную связь. Конечно, безусловно. Картинка была. Картинка была очень радужная, очень хорошая. Почему? Потому что Московский комбинат хлебопродуктов в 2006 году по плану реновации промышленных зон города Москвы, в которые входила реновация завода ЗИЛ, завода Серпа Молот, также хлебобулочного комбината, который находился здесь. И, соответственно, никто не мог подумать, что под эгидой мэрии Москвы, московского правительства, то есть по реновации такое произойдет. И, конечно же, я вкладывал деньги в этот проект для того, чтобы помочь городу Москве построить эти дома, в счет реновации снести старые здания, и чтобы здесь был новый район, и, соответственно, в нем жить. Также это хотел сделать мой отец, покойный, царство ему небесное. Приобрели мы квартиры здесь в разных корпусах. Вот он конкретно приобрел в 35-м корпусе квартиру в 2015 году, но в 2022 году он скоропостижно скончался, то есть не дождался. Соответственно, по наследству теперь я буду ожидать. Здесь строительство никакое не ведется. По поводу тех корпусов, которые сейчас сдали. То есть правительство Москвы отчиталось, что Царицыно-2 достроили. Да, пускай не будем брать в расчет 35-й корпус, он не сдан, его долго достраивать. С ним, можно сказать, отдельная история, потому что это апартаменты. Но весь район, весь район сдан. А теперь что происходит в начале этой недели? Значит, на прошлой неделе, поскольку район сдан уже полгода, да, вот Царицыно-2, нету ни воды, ни горячей, ни холодной, ни лифты не поднимаются, там ничего не работает, да, ни электричества нету. Мы пошли в МОЗ-1, МОЗ-отдел Строй-1, на наш государственный застройщик, который нам выделило правительство Москвы, с вопросами о том, что и как со стройкой. Значит, МОЗ-1 ответил, как всегда, да, то есть что сменилось в очередной раз руководство. Вот. Для чего оно так часто меняется? То есть ни на одной стройке Москвы я не видел, чтобы часто так менялось руководство. Вот. Наверное, у них есть какие-то, ну, на это причины так менять, да, но это очень удобно. Когда сменилось руководство, они в понедельник опечатали корпуса 27, 28, 29, 30, по-моему, вот эти корпуса они опечатали. Вот. И теперь они будут проводить инвентаризацию. То есть дома, по сути, да, которые получили РВЭ, да, разрешение на воду в эксплуатацию, они уже сданы, и в них можно заезжать. Там чего-то не хватает, да, то есть через полгода, как выяснилось, да, вот. И их опечатали, но такого я тоже нигде не встречал. Поэтому район сейчас вот этот вот наш стоит, он за забором. Туда пройти совершенно спокойно нельзя, да, как в другие дома вот эти, в Царицыно, которые сданы. Вот. И вроде бы он как бы на бумаге-то сдан, а по сути он, получается, не сдан. Потому что жить там полноценной жизнью невозможно. На воротах стоит охрана. Соответственно, для того, чтобы курьер проехал, нужно там подойти к охране, там забрать какой-то там свой, я не знаю, там товар, стройматериалы или что-то, да, вот такое. Вот. Опять же, все это заносить на себе. Вот. Вот, помимо этого, лифты не работают, а люди там все равно сделали ремонты. Для вас, как минимум, плюс есть ключики у вас лежат в кармане? Или в пакетике? Да, да. В пакетике. Ну, давайте с вами переместимся туда, и там дальше уже продолжим. А вот так вот это у нас получается маршрут с вами домой. То есть, условно, мы с вами запарковались и возвращаемся после работы домой. Да. Ага. Но, тем не менее, вот, строитель есть, получается, кто-то уже делает ремонт себе, правильно? Это дело, там, ну, у кого есть такие возможности. Так, мы знакомимся, да, с нашим новостроем. То есть, получается, друзья, зацените, подъездик, как говорится, все новенькое. Материалы лежат. Ну, понятно. Атмосфера, я думаю, комментировать здесь ничего не нужно. Все выводы свои сделают сами. То есть, это новострой. От декабря 2022 года все это дело сдано. Ну, пойдемте к вам. Где у нас лифт? Вот я и лифт не знаю пока еще где. Не разобралась, что ни разу на лифте не поднималась. А, вот лифтовая, вот видите, она закрыта. То есть, лифты находятся в аварийном, получается, положении. Один, как минимум. То есть, он открыт, но никуда он не едет. Там второй лифт, а всего у вас их, ну-ка, дайте-ка я посмотрю. А всего их четыре. А, три. Три, да. На секциях, на подъездах 20-этажных у нас по три лифта предусмотрено. А вот на секциях, которые поменьше, там 17-этажных, там, по-моему, две. Слушай, Татьяна, ну вы прям активист. Вы, то есть, изучаете вопрос, то есть, ну, ничего себе, это ваше жилье. Да, конечно. Вот вы нам, простыми словами, объясните, что вам говорит застройщик, почему не работают лифты, почему вам их не включают. Смотрите, нас сдали в декабре 22-го года. Ключи нам начали выдавать только в апреле, то есть спустя квартал, да, они брали квартал на недоделки, но вот недоделки и недостройки не устранены до сих пор. Управляющая компания, сити-лидер, которая обслуживает весь район Царицыно, не принимает нас. Даже так? То есть, просто я хочу на этот акцент сделать, что обычно говорят, ну вот у нас управляющая компания плохая, а в данной ситуации управляющая компания говорит, не-не-не, мы в это ввязываться не будем. Да, потому что они знают, что мы, дольщики, активные, они, у них опыт уже есть, сообщение с дольщиками Царицыно-1, вот предыдущих корпусов Царицыно-2, 23, 24, 25 корпуса. То есть, дольщики требуют свои устранения недоделок, дольщики требуют нормального состояния жилых помещений, соответственно, это постоянные жалобы, письма в различные инстанции. И управляющая компания принимала вот предыдущие корпуса по гарантийным письмам, по которым застройщик МОЗ-отделстрой номер один обязывался устранить недоделки, но так и не устранил ничего по предыдущим корпусам, поэтому вот наши четыре корпуса, они не принимают, пока все недостатки не будут устранены. Со стороны управляющей компании понятно. А сама строительная говорит, что лифты не работают? Она говорит, что лифты находятся в аварийном состоянии, и они должны быть заменены по гарантии. Вот это все, что отвечает застройщик. И когда они будут заменены по гарантии, непонятно. То есть сроков устранения этих недостатков нет. Короче, дом новый, все новое, лифты новые, но они уже, грубо говоря, с косяком. Надо ждать. Мы не знаем, почему они не работают. То ли они были установлены неправильно с самим застройщиком, то ли они были уже привезены в таком состоянии. То есть мы этой информацией не владеем. Мы только видим, что они не работают. И вот в течение уже полугода застройщик не может привезти их в должное состояние. Вот я всегда повторяю эту фразу, что я стараюсь быть объективным. И в этом сюжете плюсы мы тоже покажем. Но вот давайте немножко зарисовочка про минусы. В силу того, что дом строят с 2014 года, у них уже банкротились застройщики, на кого-то заведены уголовные дела. И, соответственно, рабочая сила была низкоквалифицированной. Сейчас мы это увидим просто на деле. Людям не выплачивали деньги. Что они делали? Проявляли свой протест следующим образом. Ну, что я вам говорил? Говорил же, тут надо разобрать. Все. Вот у нас лома девочка. Сука, я куча. Рано же поздно, она далась бы знать. Первая запчасть. Ага, ты же первая? Пока, блядь. Ну, и по-своему, сносинька. Так, смотрите, тут локтем заскочит. Ну, у нас, ну, без уборки, на самом деле, на самом деле, на кольце. Вот, у нас пластиковая бутылка. Это специально засунем. Это специально засунем. Вот, с дыркой. Вот еще одну дырку по себе. Когда они изделили, что им не платят деньги, они от бутылок вырезали донышко, туда засовывали, вставляли и трубу соединяли. Ну, такой просто. Но он сказывается, в первую очередь, естественно, на жильцах, а не на тех, кто им деньги не платит. Далее. Вот что меня всегда пугает? Вот, допустим, смотрим мы на этот район в целом. Я могу сказать, что район развивается. Здесь налажена транспортная развязка. Строится сейчас детский сад. Строится торговый центр, поликлиника для взрослых и детей. В принципе, да, инфраструктура района растет. Они жить там хотят. И рядом дома, да, высокие, огромное количество домов, которые сданы, и люди там живут. То есть, как бы, есть доверие. Покупаешь, проходит столько времени, ты заходишь в подъезд, и вот тебя, пожалуйста, встречает. Далее, крышу топит. Вот, чем ремонтировали от протечки. И вот эта лужа, которая затапливает крышу, говорят, там протекало 3-4 этажа, ну, какое-то такое количество вниз. Порешать вопрос с крышей пока не могут. Ну, по крайней мере, вот информацию, озвучу, которую люди рассказывали. Это не в каждом корпусе, но такое есть. То есть, знаешь, лотерея. Повезет, не повезет. Когда мы дойдем до квартиры, и вы посмотрите на нее, вот тут вы немножко ахнете. Хочу еще добавить специально для тех, кто говорит, вот вторичку свою какую? Проперженную. Я защищаю, а новостройки современные я ругаю. Ребята, в первом закрепленном комментарии и в описании под роликом я оставляю ссылочку на телеграм-канал. Куда я начал выкладывать наблюдения. И буквально несколько дней назад добавил туда реалии жизни на вторичке. Вышел из дома и показал, что вот средь белых дня может происходить. Многих людей, кто это посмотрел, дело шокировало. Я буду продолжать показывать вам вот эти реалии просто наблюдения, что окружает нас. Поэтому всем тем, кто любит эту жесть, залетайте, подписывайтесь. Подписка в два клика. Нажимаете иконку убрать звук, чтобы вам постоянно приходили какие-то оповещения. И как время свободное есть, зашли, посмотрели. Я особо не спамлю, поэтому по существу делаю интересное наблюдение. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, если вы этого еще не сделали. Ссылочка ждет вас в первом закрепленном комментарии. Крупуса сданы на бумаге, я понял. Но при этом есть те, кто получил ключи, занес на себе все стройматериалы и в итоге сделал себе ремонт. То есть человек там сейчас живет. Кто-то просыпается утром, уходит на работу, возвращается домой. Так что ли? Возможно, одна-две квартиры там люди живут. То есть те, кому негде жить. Почему они там живут? Потому что уже кончились деньги на съем и так далее. То есть от безысходности. Им нужно в целях экономии, скажем так. Также не берут, не получают ключи и не делают ремонт. Это тоже люди в целях экономии. Потому что поднять пешком один мешок, это стоит определенное количество денежных средств. И подъем стройматериалов без лифта, он может быть процентов на 20, а то и на 30, удорожает ремонт всей квартиры. Вот наш дом, 20 этажей. 20. Ну, он переменной этажности, 17-20. Но мало приятного нести мешок с цементом даже на пятый этаж, не говоря уже выше. Вот видите, висит временное электричество, оно до сих пор не убрано. И корпус запитывается от временного электричества. На межречном переходе висит временный провод, по которому подключены все этажи, да, все электричество. То есть так называемая времянка. И жить, ну, это в целях по безопасности запрещено так. Ну, нельзя, да, конечно. Да, конечно, но кто-то пойдет, схватит, да, там, рукой и все, и ударит током. Ну, вот, друзья, на седьмой этаж. Смотрите, у вас дома. С балконом общественным, на который выйти можно. То есть в некоторых ЖК это за счастье. То есть их вообще просто не существует. То есть теоретически, когда вам наконец-то все надевают. Мы покупали дом комфорт-класса. Мы покупали квартиры комфорт-класса. Сейчас это, конечно, ну, даже на эконом, наверное, с трудом похоже. Слушай, ну, комфорт-класс, это, как говорится, и есть эконом, нет? Просто сейчас эконом вообще не существует. Эконом такое противное название, люди не любят эконом. На тот момент, когда мы покупали, то есть планировалось, что это будет хороший, развитый район. Ну, вы получили ключи от квартиры? Нет, я пока еще не получил ключи от квартиры, потому что подписывая акт приема-передачи, я буду платить ежемесячную оплату за квартиру. А пользоваться я ей не смогу, потому что у меня квартира на 12 этаже. Соответственно, стройматериал туда очень дорого поднимать. И пока я жду, пока вот включат лифты. Хотя разрешение на вот в эксплуатацию получено в декабре прошлого года. И весь микрорайон сдан. Вот такая вот ситуация. Ну, так вот и зарядочка как раз. По лестнице подниматься. Говорят, очень для сердца полезно. Сосудики погонять. Это мне. То есть я еще в состоянии. А вот, например, моей соседке, она уже в пенсионном возрасте. Ну, понятно. И на 20 этаж бы еще бы. Да. Седьмой этаж. Маленько мы запыхались. Вот можете посмотреть территорию. Территорию нам сделали. В принципе, благоустроили. Красиво все. То есть к территории у вас опросов нет, правильно? Ну, грубо говоря, мы, понятное дело, понимаем, что должны быть газоны зеленые для красоты. То есть... Ну, там вот есть уже... Ну, вот во дворе. К чему есть претензии? Во дворе нет претензий. Вот. То есть... Единственное, что нет подъезда к самим секциям. Дороги, короче. Да. Чтобы привести материалы, грубо говоря, да. Вот у нас есть один въезд, через который мы проходили. А я думаю, что основные въезды, они рассчитаны вот с той стороны и вот с этой стороны от корпуса. Слушайте, ну фигачат, ребята, вон какой-то девятый этаж или еще прям летит в окно. То есть люди работают, сверлят, грубо говоря. Ну, кто-то делает, да. Да, милится. Жить негде, вот у кого-то есть несколько семей, которым, ну вот прям кровь из носа. Жить негде и, соответственно, конечно, они... Ну, пойдемте. Мы переходим, получается, в лифтовую зону, через балкон. Тут детали делать не будем, но нажмите на всякий случай. Сейчас раз и приехал. Нету, да? А тут? Нет, они даже, ну видите, даже не загораются. Смотрите, ну грубо и по-живому лежит материал. То есть все так же на вашем этаже. Да, моя соседка начала делать ремонт. Она завезла материалы. У меня на этаже все квартиры приняты. Ну вот она единственная делает ремонт, потому что жить ей негде. Ага. Датчика света у вас здесь нет, да? То есть не срабатывает ничего? Нет. Хотя, когда я принимала квартиру, здесь было электричество. Так, Татьяна, ну рассказывайте, напоминайте точнее. Вы, получается, квартиру свою сколько ждали? Вот тут у нас есть счетчики все. Так, сейчас. Ну, они не поменялись, вот мои крайние, они не поменялись. То есть электричество у меня работает. Ну вот, видите, в подъезде не работает электричество. Вы мне расскажите, вы сколько получаете квартиру ждали? Напомните, в каком году покупали? Я покупала квартиру в 2014 году. У вас тут дружка. У меня трешка. Трешка. А площадь? У меня трешка 82 квадратных метра. У меня трое детей. Сейчас, секунду. Можете посветить? Да, давайте, включайте. Ну вы зажиточная москвичка. Трешка 82. Да ля какая вы, посмотрите. Держите ваш телефон. Ага. Да. Вот они, ваши хоромы. Хоромы, да. То есть, смотрите, ваш ЖК изначально строился и сдавался без отделки. Это важно. Да, без отделки, без перегородок. То есть они только намечены. Есть у нас, например, в некоторых... Есть отклонения от проекта в некоторых квартирах, а в некоторых... Ну заходите, что вы там стоите на пороге? Уже видите, как даже по уютнике как-то стало, когда вы эту фразу сказали. Ну так, в дом пустили. Ну вот она вот такая выстраданная, вымученная в пикетах, в митингах, в различных инстанциях. В общем, да. Я никому не пожелаю получать квартиры, конечно, таким образом. Ну вот я очень рада, что она у меня есть. У нас есть своя маленькая квартира. А, точно, точно. Двухкомнатная хрущевка, 44 квадратных метра. Вот мы там сейчас живем. Ну, мы вдвоем с мужем и наши трое детей. То есть, ну, ютимся. Да. Нам хотелось бы начать ремонт в нашей квартире, но, к сожалению, пока у нас электричества, похоже, нет. По поводу воды. Вот давайте посмотрим. Вот на момент приемки у нас вода была. Опа. Вода есть. А вы говорите, а, ребят, давление-то-то глянь какое. То есть, ну, тут, Татьяна, ничего не скажешь. Вода есть. Отлично, вода есть. А горячей нету? Не будете пробовать? Нет. Нет. Вот, горячей нету. Горячей нет воды. Ага. Ну, холодная есть, это уже радует. Проточеченный нагреватель подключите и в бой. Ключи в нашем корпусе начали выдавать в апреле. До моей секции очередь дошла в начале мая. Мы не приняли квартиру, потому что у меня не было подключено электричество, вот этого провода не было. У меня окна не закрывались, не было канализационных труб. И вот, знаете, не было, я сюда покажу. Вот видите, вот эти вот дыры, вот наверху видно, да, то есть они не заделаны. Вот у меня был... Короче, снизу вам заделали, да, по вашей жалобе? Да, по моей дефектной ведомости заделали. Сверху сосед мой тоже принял квартиру, но на момент, когда вот это, они все заделывали, они не смогли с ним, видимо, связаться, и у него не заделали. Короче, к нему в гости можно. К нему можно в гости, если посмотреть, ну там вот выше заделали. Так вот проглядывалось все до первого этажа вниз и, соответственно, наверх. Прикольно. Окна рабочие открываются. По окнам претензий нет, но их потянули, сделали. В общем, больше выждать здесь не приходится. Кто-то говорит, что у него торчит арматура, у нас тоже где-то вот на полу торчала арматура, но это уже мелочи. Да, то есть для человека, который ждет 8 лет квартиру, это уже вообще тфу. Это уже мелочи. Нам бы сейчас начать ремонт, но лифты не работают. Слушайте, а за вашей спиной окно это какая-то технология, наверное, современная, так кирпичи подкладывать или как это? Знаете, я к этому уже не придиралась. Кто-то придирается, кто-то говорит, что вот сделайте нам откосы красиво, да, то есть так, как должно быть. Меня это, в принципе, устраивает, потому что мы все равно будем, ну, во время ремонта это все заделается. А откройте вот эти окна и хлопните им, закройте его. Ну, вот вы закрываете его. Ну, вот мне кажется, лучше окно вам не трогать, что-то как-то оно так клипненько стоит. Опять же, ключевое слово «кажется». Так, таким образом, у нас планировка. С левой стороны, это что было? Кухня. Это кухня, да, и вот три комнаты. Сейчас у нас что-то типа гостиной, потом идет еще одна комната, правильно? Да. Очень интересная конструкция, если интересно вам. Вот у меня, например, в туалете и в ванной, они очень маленькие. Я не знаю, что с этим можно сделать. Это туалет? Это туалет. Вот здесь сделана стяжка, она должна быть по проекту. И если вот, что сделать вот с этими, с этой вентиляцией, ума не приложу, потому что если закрывать это все под потолок, ну, маленький потолок будет узенький, ну, такой невысокий. Да, потолок будет два метра. Ну, да, плюс-минус чуть прям прыгнул и пробил головой. Да. Ну, странно, да, то есть, видимо, что-то тут они нашамали, возможно, потому что это у вас в туалете, а в ванне, смотрите, посетить наверх, а в ванне как раз все нормально. То есть никого не... Ну, ванна тоже не очень большая. Ванна, да, полуторка какая-нибудь. У вас тоже встанет, как в той самой хрущевке. Ну, знаете, за неимением... Зато своя. Зато своя, да. Это были выходы в соседнюю квартиру. Вот эта? Да. И в соседнюю секцию во время ремонта. То есть тут ходили по всем секциям, могли рабочие выходить. Так, ну пойдемте дальше. Это, получается, судя по всему, будет, наверное, ваша спальня. Потому что здесь балкон, правильно? Или может детям... Да, здесь балкон, но мы пока не решили, кто здесь будет жить. Там дети, трое мальчишек. Покажите, что там у вас на балконе. Как он? Расселить. Балконная дверь немножко нехорошо открывается. Закрывается. Это все открывается. К балкону, ну, нет претензий. К соседям, конечно, мы все заделаем. То есть, короче, пока на данном этапе так, ну... То есть, не доделано в том плане, что вот эти вот эти щели... Ну, я не придираюсь, я говорю, я не придираюсь, потому что 8 лет ожидания, конечно, дали... Сейчас, не, откройте, дайте, пожалуйста, на коже. Я понимаю, что большего от них не добьешься. Потому что, ну, видите, еще идут какие-то ремонтные работы, наверное, не знаю, в соседних, может быть, корпусах, или куда он едет. Как вам? Комментарии вообще требуются к качеству? Вот что значит. Дом строили 8 или 9 лет, и он переходил из рук в руки. При все при этом, да, у людей позитивный настрой. Эх, ничего страшного. Ключи мы получили уже наше. Ремонтик сделаем. Вот я хожу на все это дело, смотрю и думаю, да, блин, трехкомнатная квартира, 82 квадрата, планировка дико странная, потому что один санузел. Уже по реновации дома строят, там на двушку идет два санузла, а здесь трешка, один санузел. Это еще бог с ним. Вот сколько будет стоить хороший ремонт в этой квартире? Вот я смотря на нее и начинаю считать те цифры, которые я вложил в свою квартиру, понимаю, что капитальный, хороший ремонт, где мы утепляем балкон, где нужно делаем подогревы, меняем дверь входную, скорее всего даже заменил бы и окна, кухня новая, в общем, все новое под ключ хорошее. 10 миллионов, друзья, ну 10 миллионов в 100% в эту квартиру ты вложишь. Все те, кто скажут, да какие 10 можно сделать за лям, можно сделать за лям из говна и палок, прямым текстом. Что-то мега среднее, мне кажется, но это если без них на всем будешь пытаться экономить, ну пятачок ты отдашь. Напишите ваше мнение, сколько бы вы, по-вашему, вложили бы в такую квартиру. И что еще страшное, да, вот вы слышите фоном, мы ходим постоянно там, долбежка, 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 эта долбежка будет идти ближайшие, я думаю, лет 5 точно. Я здесь покупал в 2015 году. А что это? Однушка, двушка, трешка, площадь? Ну вот однокомнатная квартира 40 метров, это в 31 корпусе, и здесь отец покупал в 35 корпусе 24, там и 2 апартаменты. Вот то, что вы квартиру покупали, припомните, сколько она тогда стоила? Какая цена покупки? 4 миллиона примерно 750 тысяч, может там 734 тысячи, да, там, вот, рублей. Ну, а, значит, за квадратный метр примерно это где-то было 120 тысяч. Не 75, там, как где-то в репортажах кто-то говорит, да, а нормальная цена была, да, то есть 120-140 тысяч за метр. По всей Москве, как бы, были новостройки, просто вот понравился мне именно этот район, потому что я проживал, был прописан на метро Севастопольское, это вот по серой ветке, чуть ближе к центру здесь, да, и здесь вроде бы, вот, ну, метро Пражское, Варшавское шоссе, вот поэтому я и... Ну, вот, на сегодня нет мысли-то получить ключики, избавиться от этой квартирки через продажу. Вы же в любом случае продадите ее уже там по текущим ценам, тем более у вас в любом случае в объявлении будет написано «Дом сдан». Вот, кто-то купит, дождется там всего, а вы уже поедете и купите квартиру в достроенном доме. Конечно, я согласен с вами, Дэй, ты, можно избавиться, да, но подождав, грубо говоря, полгода-год, да, можно ее продать дороже, потому что когда ее отремонтировать, да, когда запустят лифты, включат коммуникации, все-таки любой человек понимает, да, умом, что как бы это все будет стоить дороже. За бесценок сейчас ее заберут, да, там, ну, грубо говоря, за, там, 6,5, за 7 миллионов, да, там, ее заберут сразу и все. Но разве стоит это в 8 лет мучений, понимаете? Я думаю, что вот эта вот разница, там, в 2,5 миллиона, ну, она совершенно мала, поэтому хочется вот из-за того, что как бы вот я попал на это все, да, ну, как бы максимально компенсировать расходы моего времени на вот эти вот митинги, на то, что мы добивались достройки, законно, между прочим, да, по закону ФЗ-214, да, то, что я тратил время свое, там, не на семью, не на отдых где-то там, да, а так далее, а вот именно вот на митинги, на те годы, то, что я отдал борьбе. А вы покупали вот эту однокомнатную квартиру, у вас вообще цель была какая? Вы в ней жить хотели или это был как инвестиционный проект, из серии купить на этапе котлована, потом продать вообще изначально? Дмитрий, я вот сейчас скажу, да, вы только не смейтесь, потому что я когда покупал эту квартиру, я вот реально, да, я уже не помню, какая у меня была цель, потому что я не думал, что такое количество времени будут строить квартиру, да, вообще дом строится, вот у меня родственники покупали, да, там вот ЖК Марфина в Москве, да, в 2009 году котлован, в 2010 году ключи, это квартира уже с ремонтом, понимаете, вот, а здесь, ну, возможно, наверное, жить, а потом в жизни, вы же сами понимаете, 2-3-4 года все меняется и, возможно, там хочется уже жить в другом районе или как-то по-другому. Сейчас пока, да, я вот здесь, скорее всего, буду жить, а там уже я не знаю как. Ну, что, достаю, так сказать, козырь из рукава, подать информацию можно по-разному, можно выставить людей, да, что вот все плохо, прям все страдают и так далее, я просто вижу напрямую ваши комментарии, я их всегда читаю, поэтому пишите, чтобы мы с вами оставались также на связи, согласен полностью, для меня это был бы просто, не знаю, там, дичайший страх и стресс, ждать квартиру 8 лет и потом вот это получить, но народ голосует рублями, давайте посмотрим, ради интереса, почем в таком проблемном доме нынче продают квартиры. Вот, открываем карту и видим, что однокомнатная квартира по площади плюс-минус, как у Николая, сейчас торгуется по цене 8 миллионов 200 тысяч рублей, как минимум такую сумму просят за нее люди, при условии того, что это еще второй этаж, то есть под вами снизу коммерция, не самое выгодное расположение. Седьмой этаж 8 миллионов 980 тысяч рублей, то есть плюс 800 тысяч рублей этажом выше. Трехкомнатная квартира плюс-минус, похоже, как у Татьяны, 16 миллионов рублей. Квартира площадью 110 квадратов, большая, вот прям шикарная квартира, 20 миллионов 500 тысяч рублей. Внимание, это все без отделки, вы в это все дело еще вложите. А? Как вам эконом-класса? На основании этого люди сами отмечают, что вот те, у кого все, там руки опустились, и они получают ключи и хотят продать. Приходят люди, которые покупают эти квартиры как инвест, потому что они говорят как, вот сейчас она стоит там 8200, домик запустится через полгодика, годик, ну полноценно все уже заработает, они квартиру будут продать, как вы думаете, за сколько? Вот попытайтесь угадать в комментариях, но я думаю, десяточку как минимум попросят. То есть, плюс 2 миллиона кто-то хочет прикрутить, может быть, даже и больше. То есть, кружатся там люди, которые высчитывают, приходят, торгуются, это вот ребята отмечают. Далее, далее, это еще вот мы сейчас с вами посмотрели первый корпус, который сейчас вот введен в эксплуатацию, где люди начали делать ремонты. В процессе общения нам рассказывают, что в некоторых домах, да, там нет коммуникации, дальше мы еще об этом поговорим. То есть, полноценно там квартиры, сейчас, ну ремонт, там ничего не сделаешь. Вот это надо зафиксировать, чтобы вы понимали. Смотрим цены. Ну вот, это вот как раз следующие корпуса. Сдано, сдано. Ну, двухкомнатная квартира, 64 квадрата, 12 миллионов 750 тысяч рублей. Это бешеные деньги, просто бешеные. Отсюда вопрос вам, такой риторический. Что скажете? Вот, даже не буду продолжать, просто додумывайте. Что скажете? Татьяна, я, конечно, понимаю, что в силу того, что у вас есть претензии к застройщику, вот есть проблемы, но я просто стараюсь каждый сюжет делать объективным с плюсами. В любом случае, я вам честно скажу, когда мы с вами заходим в квартиру, кого начинаете рассказывать, я вижу, что глазки у вас блестят. Конечно. И блестят таки в том плане, что я помню, как вы рассказывали, что вот, мы ждем, уже там прошло 7 лет, 8-й год идет, и тут наступает тот день. Как это было, расскажите? Вам звонят и говорят, Татьяна, ну все, это делали или как? Нет, конечно, нам никто не звонил, мы записывались сами на прием к застройщику. Мы приходили, смотрели, кстати, вот к вашему вопросу возвращаясь, нанимали ли мы какую-то компанию. Я знаю, что есть дольщики, которые, да, действительно нанимали на осмотр с той лишь позиции, ну, чтобы им указали на дефекты какие-то. У меня муж, он работает в строительстве, он, в принципе, сам может оценить возможности нашей квартиры, да, то есть мы не придираемся, еще раз говорю, не придираюсь вот к этой карматуре, там вот, что тут дырка, что там окна держатся хлипко, потому что все это, я понимаю, что в ходе ремонта это все уйдет, потому что по-любому это все придется переделывать. Я сейчас говорю о том, что как мы принимали, значит, мы принимали сами, мы писали дефектную ведомость, мы ждали, пока нам устранят все существенные недостатки, то есть нам должны, не провели на первый момент, на первый осмотр у нас не было электричества, у нас вот не были заделаны дыры между этажами, ну, и окна вот в комнате были отрегулированы, здесь вообще балконная дверь не закрывалась, сейчас она хоть как-то закрывается. Муж что сказал? Вот он как строитель, он пришел, посмотрел, в целом говорит, как? Он сказал, ну что, вот здесь, здесь косяки, конечно, я говорю, мы заморачивались только на существенные вещи, то есть то, что должно быть. Сейчас для нас самое важное, конечно, чтобы подключили лифты и чтобы мы могли начать ремонт, потому что без лифтов это очень сложно сделать. По поводу коммуникаций я ничего не могу сказать. Управляющая компания, опять же, не принимает нашу коммуникационную систему, потому что если посмотреть фотографии, которые присылают и дольщики, которые спускались в подвал, там не все трубы еще до сих пор подключены и соединены с основными коммуникационными трубами. Меня зовут Тарас, здравствуйте. Я покупал в 15-м году в 30-м корпусе, который у меня за спиной. Тогда цена была 5-130, 5-130. А общая площадь 38,7, что-то там такое. Однушка. Однушка, да, однушка. Вот. Понял. Ну смотри, интересная картина. У кого-то есть ключи от квартиры, вот Татьяна показывает. А при этом рассказывает, что ты пошел получать вчера, на момент съемки ключи. А тебе сказали, хрен. А что? В чем причина? Расскажи, пожалуйста. Причина была простая. Когда меня записали на приемку, то когда я пришел, они забыли, что меня записали. Поэтому ключ не забыли, не успели врезать, чтобы он был, чтобы мне передать. Поэтому там просто дверь без ключа. Не, ну смотри, грубо, то, что я сейчас услышал, но это, блин, халатность, понятно, ошиблись, забыли. Завтра они тебе этот ключ врежут. Ну, надеюсь. И послезавтра ты получишь ключи? Нет, не получу, потому что там нет воды. Там ее нет воды, вообще нет воды. То есть не завели в квартиру тебе воду? Нет, труба в квартиру есть, но крана там нет, чтобы и включить воду я не смогу, потому что нет крана там. А нет электричества? Вообще нет. То есть как лифты не работают, и света тоже там нет. Вот, поэтому обещали, что вот-вот на следующей неделе оно появится. Ну, вот будем ждать, звонить и спрашивать. А хоть кто-то из твоих соседей по всему корпусу получил ключи в этом корпусе? Насколько я знаю, никто. Потому что у всех одна и та же проблема. Да, но у нас всего лишь два подъезда сейчас принимаются. Все остальные подъезды заварены ввиду пересдачи новому директору дел. Ну, то, что у вас там ревизия будет осматривать. Вот, но я думаю, что все-таки у них есть задача же квартиры сдавать. Я думаю, что они будут стараться все-таки это делать. И, ну, у меня в принципе то же самое, как и у Тани в квартире. И тоже там между потолком и стеной тоже это дыра. Но ты был в этой квартире ходил? Да, да, да. Я смотрел, конечно, все смотрел. А у тебя какой этаж? Двенадцатый. Ну, и твои мысли. Вот, допустим, смотри, давай так. Тебе дают ключи в итоге, чтобы уже пока лифты запустят или начнешь все-таки ремонт? Да, да, да. Когда я покупал квартиру, я просчитывал вариант, что не будет работать лифт. И что двенадцатый этаж для меня я справлюсь. То есть ты уже перестраховывался сразу? Да, да, да. Я уже про это думал. То есть, короче, ты в любом случае будешь один из тех, кто начинает ремонт? Наверное, да. Как он будет начинать ремонт? Нет, если воды нет и электричество, то, конечно, ничего начинать не будет. Нет, я просто думал, как, что у вас воды нет и сели, что ее просто там вам включат, как у вас. Вы же тоже думали, сейчас пришли, такая есть интересная вода, нет? То есть вы, условно, кран может открыть, воды нету? Нет, нет, у них не подключены коммуникации внутри. А, то есть у них под домом нету. Да, под домом центральные коммуникации не подключены по всему дому. Это дорога. И поэтому, то есть ждем только этого. Если это все появится, я с удовольствием приму и буду делать ремонт с этими недоделками, которые там есть. Это не так уж... Ну, а мысли продать квартиру и вильнуть куда-нибудь в другое место. Были такие мысли, чтобы больше не мучиться с этим, да. Но нет, слишком... Не сейчас. Нет, она, я думаю, понадобится. Мне нравятся дома, красивые. И мне кажется, когда все будет доделано, будет здесь прикольно. Вот атмосфера в целом все устраивает. Да. Высотки по твоему вкусу подходят. Да, да. Товарищи предприниматели, информация для вас. Ваш бизнес масштабируется и у вас встают новые задачи. Как видите контролировать работу всех сотрудников, даже тех, которые находятся вне офиса? А уже многим на помощь пришла IP-телефония для бизнеса ЮИС. Данный сервис показывает всю статистику внутри компании по звонкам. Будь этот сотрудник курьер с мобильным телефоном в подземке или удаленщик, который как раз таки работает вне офиса. Все звонки между сотрудниками бесплатны, а разговоры записываются. И это помогает не только понять, как обслуживаются клиенты, но и передать опыт успешных менеджеров другим сотрудникам. Ну и так называемая вишенка на торте, вся статистика и работа сотрудников видна онлайн в едином окне. Что помогает собственнику и его руководителям держать все под контролем. Добавим к этому демократичные цены и звание народного лидера в сегменте по мнению рейтинга Яндекс. И получим то самое идеальное соотношение цена-качество. Рекомендую подключиться и попробовать все на себе. Ссылочку оставляю в описании, по которой вы сможете получить один месяц бесплатного обслуживания. ЮИС, айпи-телефония для бизнеса. Пользуйтесь на здоровье. Плюс вот этих вот домов, конечно, еще и в том, что у нас есть подземный паркинг. То есть на такие достаточно большие дома, я надеюсь, что проблема парковок, она в Москве, конечно, актуальна. У нас есть подземный паркинг. Он тоже не сдан, причем он не сдан по всему Царицыно. Ни в Царицыно-1, ни в Царицыно-2 уже в сданных корпусах, в которых люди живут. Это 23, 24, 25. И вот у нас паркинги не сданы. Я туда спускалась, наверное, где-то недели-две назад. Паркинги затоплены. У нас один общий паркинг с 30-м корпусом, который следом за нами идет. Там стоит вода. Если паркинг открыт, мы туда зайдем. Опа, открыто все. Это подземный паркинг. Это 31-й. В вашем доме, правильно? То есть мы, получается, под вашим домом. Да. Вот это выход на 30-й корпус. То есть вот как раз тот самый переход, который соединяет два ваших дома. Да, вот видите, он вот в воде. Ну, смотрю, воду убрали. Мы тут были недели-две назад, стоки были все забиты. Ну, это с чем связано? Это вода откуда? После дождей или как? Или никто не знает? Вот, наверное, Тарас лучше расскажет по поводу... Да, это то, что стекает сверху, с придомовой территории. Ну, хоть... Там вообще болото. Ну, да. Это 30-й корпус. Там болото, там болото. Ну, да. Короче, получается, под вашим еще норм, по суше. А здесь прямо все. Дом стоит в воде. Да. Ну, я вам так скажу, вы не одиноки в этом плане. Сколько мы не ездили по ЖК, вот так частенько встречается. Нет, мы не рады, конечно, что мы не одиноки, но на это были списаны деньги из бюджета. Куда они были списаны? И почему это в таком виде? Да, кушками пытаются сушить. Здесь, если он, видите, там шланги видны, то есть откачивают воду, но это же до следующих дождей? Ну, да. Это говорит о том, что плохо сделана гидроизоляция, хотя на гидроизоляцию было выделено дополнительное финансирование. То есть туда ушло очень много денег. Мы неоднократно писали, обращались к застройщику, обращались к правительству Москвы, чтобы нормально сделали паркинги, но вот паркинги стоят в воде. Так а в чем тогда плюсы, вы говорите, в первом, в царе снизу, в втором? Я надеюсь, что все-таки это в конце концов доведется до ума. Я все-таки надеюсь на лучшее, что все это в конце концов заработает и паркинги передадут людям. А вы покупали там место? Нет, я не покупала. Ну, есть дольщики, которые покупали. А такой вопрос, смотрите, сейчас же существуют различные организации, которые можно вызвать, она приезжает, делает осмотр квартиры, составляет акт, подает в суд, и потом вы с застройщика взимаете неустойку, так называемую. Кто-то 500 тысяч, кто-то миллион, там все зависит от косяков. Не изучали? Да, конечно, это возможно, но не в нашем случае, поскольку наш застройщик оказался банкротом, и у нас на общественных началах жестом доброй воли наши дома достраивает государство. То есть достраивает городской застройщик, и они как бы за это ни за что не отвечают. То есть все заявления в прокуратуру наших дольщиков и так далее, они просто игнорируются, потому что никто за это не отвечает. Это ваша же сетка, правильно? Да, это наша же сетка, Царицыно-2, это 24, 25, 23 корпуса. Слушайте, ну получается, им все включили, лифты у них работают, вода у них есть, жизнь полноценно идет, верно? Да, лифты у них работают, очень часто ломаются, управляющая компания где-то устраняет недостатки. И у нас даже где-то, наверное, год назад была авария, человек провалился вместе с лифтом в паркинг. С какого этажа? Вот не подскажу, вам не помню. То есть он ехал на лифте и уехал вместе с лифтом туда? Да, и провалился, просто лифты оборвались, и он улетел в паркинг. Паркинг был в воде, соответственно, все это, упал он в воду, ну, слава богу, он не пострадал. Но он в живой, все нормально? Да, в живой, все нормально, отделался шоком, ну вот, был такой случай. Хрен, это просто, это, как, сценарий для фильма ужасов. Мы сюда ходим, ходили, дай бог памяти, с 17-го года. Шестой год мы до сих пор ходим, и до сих пор мы не можем получить свои квартиры. Вот я, например, получила, слава богу, да, то есть я не придираюсь к каким-то мелочам, вода есть, электричество, ну, худо-бедно, там как-то его можно провести, можно, если запустят лифты, можно начать делать ремонты. Кстати, это тоже интересная очень фишка от нашего застройщика. Вот эти два дома по почтовому адресу, мы один дом, то есть один, 12-подъездный дом, и мы сейчас заходили, вот я вам сказала, что у нас первый подъезд, получается, что не первый, а шестой. Соединены мы подземным паркингом, вот. И как это сказывается на жизнь? Просто путаница? Да, ну, я думаю, курьером, когда район обустроится, курьером будет тяжело найти концы. А что, вас воровать, у вас здесь ничего нет? Или вы имеете в виду эти материалы? Нет, те, кто уже делает ремонт, ну, вот, я знаю, что вот в сданных корпусах, вот, 23-й, 24-й, 25-й, да, люди тут забозят материалы, там, оставляют на несколько дней, а приезжают, открывают двери, у них ничего нет. А потом могут это все делать, перепродавать рабочие другим, потому что мы уже сталкивались в одном ЖК, когда человека так обманывали. Ну, слушайте, у нас, знаете, по первости, вот, кто начинал ремонты, да, вот, ну, кому жить негде, у них один подъем лифта, то есть, ну, вот, местные, лифты не работают, потому что они в аварийном состоянии, но, если очень хорошо попросить, вам их включат, чтобы поднять материалы. За одно включение просили от 5 до 13 тысяч рублей. Ну, вот 5 тысяч, это как, один раз проехаться, что ли, или на день? Да, да, вот, чтобы вот вам включили, на один раз завести материалы, 5 тысяч. Нормально. До 13. Татьяна, вам надо блоги свои вести, я думаю, людям зайдет вот так, это, спокойно и с таким, с учетным юмором, да, и таким рассказывать от 5 до 13. Как бы, я думаю, как раз люди ваши, кто посмотрит этот ролик, проголосуют. У меня тут еще, знаете, до 10 этажа, у нас еще тут более-менее сделаны мопы, а вот поднимаясь выше 10, у нас нету, вот, например, перил нету, плитка не положена, то есть... Короче, думали, что до туда комиссия не дойдет, и, судя по всему, не дошла. Я не знаю, как принимали вообще, вот, это тоже сданный дом. Вот, видите, опечатаны двери, подъезды. Это, грубо говоря, продолжение вашего, правильно, дома, то, что вы говорите? Да, вот этот вот 30-й и наш 31-й, это один дом. По адресу 7-дробь-1, корпус 1. А дальше там проголоты еще? А там корпус, там тоже два корпуса, они соединены тоже вот так вот же подземным паркингом, и там корпус 2. 28-29. Ну, 27-28-29 получается. Пойдемте, дойдем, посмотрим. Ну, пойдемте, дойдем. Короче, вот, друзья, я прям близко уж подходить не буду, но вы видите, вот, на дверях, опечатано, 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 соответственно, это входы в подъезды, зайти в них нельзя, да и, как бы, тут все понятно, мне кажется, без комментариев. Площадка прикольная, конечно, детская. Ну, благоустройство еще, это дома, которые сданы полгода назад, понимаете? По документам они сданы полгода назад. «Заселяйся и живи» называется. Это не дольщики такие противные, что они не принимают, просто тут нечего принимать. И вот то, что мы идем, идем, слушайте, я немного в шоке, потому что я что-то думал, то, что один дом и второй дом, а вот это вот все корпуса, это все ваше, да? Ну, грубо говоря, это все ваша очередь. Да, это все Царицын 2. Вот этот вот серо-красно-желтый, 25-й корпус, он уже сдан, он давно сдан. А, на того магазина, смотрю, у людей занавески, все, то есть там живут. Да, там живут, он сдан в декабре 21-го года, в 21-м году его сдали, то есть тогда, когда должны были сдать все корпуса. А нас еще вот на полтора года задержали, и непонятно, когда... А вот когда их-то сдали, и они же сдали, у них такая же проблема была, что, типа, ключи получили или получают, но долго? Они получали проще. То есть у них с момента выдачи ключей, как они говорят, в течение месяца уже подключили и лифты, и коммуникации, то есть засидяйся и... Короче, они сейчас сидят на балконах, вечерами холодными, пьют горячий чай, такие думают, ох, как вам не повезло, а как нам повезло, да? Да, идем дальше. Так, хорошо, идем дальше. Слушайте, а что вообще вот так вот, ну, по сути, ничего у вас и нету, да, на территории, грубо говоря, площадка детская, ну, это понятно, подземный паркинг, это сказали, ну, и коммерческие помещения внутри домов на первом этаже, все. Да. Правильно, то есть какой-то отдельной пристройки, там, я не знаю, с бассейном, с фитнес-центром, ну, этого, понятного дела, ничего нет. Нет, 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 слава богу, у нас вот хотя бы инфраструктура, тут больницу строят, там, детский сад. В этом доме никому ничего не сдавали. Вот этот дом полностью опечатали, до него даже не дошла очередь по сдаче ключей, по выдаче ключей. Блин, вот это, конечно, вообще так вот, немного впечатляюще, что идешь арка за аркой, новострой за новостроем, просто такие количества квартир, этажей, то есть, представляешь, сколько здесь вообще народу будет жить, то есть, это прям так, город, целый внутри города. Это подчеркиваю, так вот, это, ну, блин, масштабно, конечно. Вот твое мнение, сегодня бы встал вопрос покупать квартиру, что бы ты выбрала? Все-таки вторичечку? Не на этапе котлована. Точно не на этапе котлована, когда новостройка, у каждой квартиры есть свои плюсы. Есть плюсы и у вторички, есть плюсы и у новостройки. И, соответственно, минусы тоже есть, но покупать строящееся жилье я бы не стала, нет. Я-то здесь собираюсь жить, я надеюсь, что все-таки в конце концов доведут до ума, и дома доведут до ума, и район доведут до ума, потому что, ну, в принципе, здесь неплохой район, и неплохая, ну, скажем так, обстановка, и дома красивые, да, и территория достаточно большая, то есть и инфраструктура развивается. Конечно, но то, что это вот идет очень медленными темпами, это, конечно, большой минус, потому что люди не вечны, к сожалению, да, очень многие дольщики просто не дождались до момента получения ключей, и вот так вот 8-9 лет жизни отдать, просто выкинуть, вот выкинуть из жизни, это очень много, я считаю. В любом случае, я правильно понимаю, что вывод-то вот в целом таков, что, ну, доделают, просто вопрос опять времени, или как? Ну, вы же, смотрите, 8 лет вы ждали, в итоге достроили, ключи дали, еще год подождете, там, не знаю, два, лифт включат. Нет? Не так будет, или как? Издеваетесь, да, Дмитрий? Ну, я же должен вас немножко подколоть, блядь. Ну, это же не смешно, на самом деле. Нет, это понятно, нет, это не смешно, но я к чему. Ладно, у вас там, пусть не год-два, месяц там, или какой-то срок, вам лифт включат. Ну, это же не будут потом признавать, не знаю, там, аварийным жильем сносить, или как бы вы и такие мысли готовы рассмотреть? Мы вообще не знаем, чего ожидать, во-первых, от нового генерального директора. С дольщиками он встречаться не хочет. А для кого-то, да, кто-то, кто покупал уже на стадии банкротства, конечно, для них это было выгодно, потому что они покупали по перепродаже, уже не у застройщика, а покупали по дешевке. Конечно, для них это, наверное, инвестиционный вклад. Я не считаю, что мне дико повезло, потому что я считаю, что это, во-первых, усилия людей по работе собственной, да, и то, что сейчас дома сданы полгода назад, они сданы по бумагам, а до сих пор люди не могут пользоваться своими квартирами, ну, я считаю, что это нонсенс. И столько было вбухано сюда денег, 30 миллиардов рублей из бюджета Москвы. И вот буквально на днях здесь ходила комиссия, которая с новым генеральным директором нашего застройщика, это Юмашев, у него фамилия, я считаю, что это нонсенс, потому что первый генеральный директор нашего застройщика проворовался, и на него сейчас 4 уголовных дела заведено. Сейчас сняли второго генерального директора, который тут, дай бог памяти, был с 19-го года, присутствовал на совещаниях, ни разу не сказал ни одного слова на совещаниях, а если говорил, то не в попад. Наши дольщики ходили на встречу с новым генеральным директором, он сбежал, а его зам, зам Бельмесов, который, значит, получает зарплату в районе миллиона в месяц, даже не знает своих должностных обязанностей. Ну, давайте с вами такую черту подведем. Вот зажимайте пальцы, прям перечисляйте, что вам нужно для того, чтобы вы сказали, ну, наконец-то, мы теперь сможем жить, все свершилось, квартиру сдали, раз, дальше, первое, включаем лифт, раз. Первое, это обязательно, вот первое, прям самое первое, да, это включить лифт, потому что ладно, я, а вот беременные женщины, дети, пенсионеры, ветераны, да, там, инвалиды, им же тоже нужно поднимать, соответственно, это первое, да, и второе, второе, это, конечно же, открыть территорию, то есть, чтобы был свободный подъезд у машин с материалом и так далее, да, чтобы не бегать каждый раз на ворота, вот, к охране и не говорить там, что это моя машина, пропустите ее туда-сюда, это ко мне там строители пришли, замерщики, там, я не знаю, дизайнеры, архитекторы, еще кто-то и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, что есть второстепенные, да, вопросы, поскольку холодная вода мало-мало там как-то есть, да, ну, скажем так, в общем, коммуникации наладить, то есть электричество, горячую воду. Вот мне выдали, вот, ордер, ой, аккуратно, мы эти, эти ремонтники мне свои визитки мы давали. Уже, да? Да, да, да. То есть уже только приезжали, ну, вот, ребят уже на месте. Конечно, это не... Три штуки, все разные, да, все разные конторы? Вот это молодцы, у меня. Нет, это вот сами эти, они вроде как от управляющей компании, то есть они ходят на сдачу вместе, на приемку квартиры, с каждым дольщиком они вот ходят. Так, ну, смотри, что просто... Вот, ордер на выдачу ключей. Регламент производства ремонтно-строительных работ. Это мне управляющая компания выдала. Что там в нем? Правила производства, что, вот, запрещается, не запрещается, с 10 до 13, с 15 до 19. Это короче, тихо. Вот регламенты, да. Я заходила на портал НашГород, хотели мы пожаловаться, что лифты у нас не работают, а на портале НашГород наши корпуса нет их. Не существует? Их не существует, потому что они не поставлены еще на учет. Конечно, люди не торопятся принимать квартиры, учитывая, что ничего нет в корпусах, да, ни электричества, ни воды нет, потому что делать-то ничего нельзя, да, ремонт делать сложно. Не скажу, что невозможно, но сложно. Если там у нас вот девушка, например, у нее квартира на втором этаже, вот видите, вот выходит на, окна выходят на крышу подъезда. И она говорит, у меня рабочие через мою квартиру заносят материалы для, грубо говоря, других квартир. А почему не через подъезд? Ну, не знаю, им так проще. Вот им удобнее так или что. Ягод в шоке просто была. Как так и откуда вообще столько наглостей. Хотя приняли, квартира закрыта. Ну вот. Да, мне нужно, значит, включить лифт, сделать электричество, подключить коммуникации и привести в порядок паркинг. Ну что, один час и тему мы раскрыли. Я лично считаю, что это еще очень позитивный показатель, что люди дождались своих квартир и им вручают. Ну вот, Татьяна, ходят с ключами. В любом случае это лучше, нежели чем история с теми же самыми апартаментами, которые мы показывали. Потому что их достраивать не будут. Там принято решение их сносить. А людям, кто покупал, им должны дать какую-то альтернативу. Когда дадут, пока что внятного ответа нету. Но дадут. То есть, ответ из серии ждите, еще чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, сделаем. Потому что бывают новостройки по нашей стране, которые построились и встали. Все. Ничего не происходит. И у людей вообще в подвешенном состоянии. То есть, и не строят, и ничего не происходит. Вообще тишина. Здесь же, да, ну как бы оно ни звучало, но в любом случае положительная динамика, говорится, и на том спасибо. Страх следующий. Когда вот им выполнят три простых условия, которых они просят. Лифт включить. Электричество сделать не по времянке, а полноценно. Коммуникации под теми корпусами ввести в эксплуатацию. Ну и паркинг. Вот четыре вещи. Двор они даже, да, ну видите, уже и двором довольны. То есть, сейчас там чуть подшаманят. Будет шикарно. Начнется следующее. Это ремонты. Вот как вы думаете, произойдет такая ситуация, что сделает кто-то из жильцов ремонт, а потом где-то что-то прорвет и все это нахрен затопит. Вот что страшно. И ключевой смысл, который я, например, хочу довести, что если уж покупать квартиру в новом доме, то, как мне кажется, лучше всего рассмотреть вариант, когда этот дом уже построился, он сдан. Когда вы можете прийти и все вживую увидеть, пощупать, пообщаться с людьми, заходить на этот паркинг, узнать, топит его, не топит. То есть, чтобы уже началась полноценная жизнь. Да, это дороже. И вот это ключевое. Потому что народ голосует рублем. Вот это нам стоит не забывать. Ведь все эти люди, кто покупает квартиры на этапе котлована, преследуют одну простую мысль. Экономия. Тогда квартира была 8 миллионов, сегодня она 16. Х2. Все хотят купить исключительно с целью сэкономить. Советуют людям, вот не надо покупать и готовы. Ну да, можно дать такой совет. А человек спросит, а где мне денег-то столько взять? Поэтому вот. Надеюсь, что ролик вам понравился. Поставьте лайк. Стараюсь сделать полезный сюжет и разбирать ситуацию. Не только один негатив кидать, а плюсы и минусы. А вы уже думайте, принимайте решение. Потому что по факту, вот вы слышите, Татьяна, жить хочу, буду. Тарас, буду делать ремонт, жить. Николай, дадут ключи, блин, ну вообще жить хочу. То есть, никто не хочет от них избавиться. Вот, по крайней мере, из наших героев. Желаем людям успехов. И Татьяна, Татьяна, привет, привет. Еще раз. Прошу вас, как только у вас все заработает, хотя бы лифт включат и так далее, пишите обязательно. Я эту информацию также опубликую в телеграм-канала, что все, наконец-то там у людей вопрос закрыт, они начинают свой ремонт. А дальше будем, как говорится, наблюдать. И через какое-то время приедем в гости на новоселье и посмотрим, как люди обжились. У меня на этом все. Напоминаю, что ссылочки ждут вас в описании. Дарите женщинам цветы. Флор Тую ждет вас. Телеграм-канала тоже ждет вас в описании. До новых встреч. Всем пока. Пока. Пока.